Консолидация ради будущего. Третий региональный форум межсекторного партнерства, состоявшийся в Запорожье, стал площадкой для дискуссии представителей власти, предприятий и общественных организаций из многих городов Украины и России. Главная тема – объединение усилий в развитии гражданского общества и воспитании молодежи. Участие общественности в принятии всех важных для страны и региона решений, считают участники открывшегося в Запорожье форума, необходимое условие полноценного развития государства. У общественных организаций, заверяют представители Запорожской областной и городской власти, как никогда широкие полномочия. Поле для деятельности – от контроля эффективности работы госучреждений до разработки инновационных программ. Мне кажется, здесь должна инициатива больше исходить от общественных организаций. Власть – это инструмент, как мне кажется, площадка для выполнения вот этих пожеланий. На сегодняшний день практически все законодательство проходит обязательную процедуру общественных слушаний. На все рук не хватает. А вот как раз общественные организации – это та возможность иметь максимальные возможности для работы с общественностью, с людьми, для решения самых необычных и непростых вопросов. Построить полноценную работу на общий результат невозможно без представителей бизнеса и предприятий. Социальная ответственность и участие в общественных процессах должны стать нормой для всех работодателей. Если наш город Запорожье будет сильным городом, то от этого, я думаю, и экономика всей Украины, прежде всего и Запорожского края, будет очень сильной и развитой. А все мы, запорожцы и жители Запорожского края, ну, я думаю, будем иметь комфортную жизнь. В этом году на форуме опытом в сфере межсекторного сотрудничества делились представители нескольких городов России. По их словам, финансирование общественных организаций в их регионах на уровне. Главное, чтобы они не превратились в так называемых грантоедов с практически нулевым коэффициентом полезного действия. Возможно, что должны появляться какие-то конкурсные вещи, распределение конкурсных средств, да. Эти средства должны направляться именно на организационное, стратегическое и институциональное развитие этих организаций, чтобы они становились более устойчивыми. Активное участие жителей Запорожья в решении городских проблем – цель конкурса «Мы – это город», проводимого в рамках социальных программ комбината «Запорожсталь». О деталях его проведения участникам форума рассказали представители основного бюджетонаполняющего предприятия региона. Гарантия воплощения в жизнь лучших проектов, направленных на повышение комфортности жизни в областном центре – солидное финансирование – полмиллиона гривен. Приоритет при конкурсном отборе будут отдавать долгосрочным и инновационным проектам. Уже на протяжении двух недель поступило большое количество проектных заявок, ведутся активные подготовки по тренингам. Там люди приняли во внимание все наши предложения и активно участвуют в этом прекрасном начинании. Поэтому, я думаю, такие мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем. И больше всего радует то, что местное население действительно активизировалось в решении общих проблем. Результативность таких проектов, как способы повышения активности граждан в решении наболевших вопросов, и об этом было заявлено в ходе общения на форуме, трудно переоценить. Этот опыт станет источником новых идей для самих организаций в их работе, может быть, в поиске новых предложений партнерства для бизнеса или для власти. Что это станет, может быть, толчком и для запорожской власти для дальнейшего внедрения программ по поддержке инициатив общественных организаций. Организаторы форума межсекторного партнерства надеются, В следующем году поделиться опытом совместной работы бизнеса, власти и общественности приедут представители дальнего зарубежья.